Курская битва, успех Красной Армии и личная ошибка Гитлера. После Сталинграда фюрер хотел отыграться и вновь перейти в наступление. Предполагалось окружить и уничтожить большую советскую группировку на Курском выступе фронта. Германия провела тотальную мобилизацию. Вермахт получил новые танки — «Пантера» и «Тигр», превосходившие советские. Но разведке удалось перехватить немецкие планы. Маршалы Жуков и Василевский предложили сосредоточиться на обороне, вымытать немцев и только потом перейти в наступление. «Огненная дуга» — так называли Курскую битву из-за массированного использования артиллерии, танков и авиации. В небе сражались советские асы, в том числе Кожедуб и Моресьев. На земле — тысяча танков. Фашистам не удалось добиться существенных успехов. 17 июля Красная Армия перешла в наступление. Курская битва стала последней попыткой вермахта перехватить инициативу. Отныне наступала Красная Армия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...